Я для того, что ли, дом покупал, что тут какие-то цыгане рядом со мной жили? Вы что, издеваетесь, коронавирусник? Ой, господи, и что меня так пугаешь так? Теперь мы можем работать в курятнике. Давно я об этом мечтал. Да, десятку добавили, вас 21.10. Мужик куда-то в поле пошел. Слышь, нужна посылка, нет? Я не знаю, к тебе может ее дать, нет? Посылка? Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, меня зовут Женька, это канал JoyFoxPlay. И сегодня очередная серия симулятора русской деревни. Тут вышло обновление, мне много кто писал в комментариях, говорил, предупреждал. Типа, вот, вышло, посмотри, туда-сюда. В игру добавили каких-то цыган, короче, цыган, какая-то счастливая подкова. И, наконец-таки, разработчики сделали так, что за задание я не буду получать копейку. Чего? Это вас, что ли, добавили-то, е-мое? Херасия, блин. Около моего дома сейчас живет цыганский табор. Я для того, что ли, дом покупал, что тут какие-то цыгане рядом со мной жили. Вы что, издеваетесь? Эду из Миральду, блин, а тебя как зовут? Цыган. Вот смотри, в чем фишка. Я купил этот дом с видом на... Крайний дом с видом на лес, на природу. А сейчас тут какие-то кони, какая-то женщина танцует тут. Получи счастливую подкову, чтобы получать больше денег. Тут надо какое-то видео смотреть, да? Ага, понятно. Ну тут, короче, вылезла реклама. Мне пришлось, наверное, все это вырежу, рекламу. Короче, сейчас буду получать больше доход. Также мы сейчас пробежимся по-быстрому, посмотрим, что здесь изменилось. Вот давай зайдем к нашей соседке, у которой мы заимствовали капусту в предыдущей серии. И попробуем выполнить вот эту вот миссию, собрать капусту. Только будем собирать капусту на этот раз нормально, как предлагает игра. А не как я собирал в предыдущих сериях себе на участок. Очень жалко, что в игру не добавили собственный огород. Давно я просил вот это, чтобы можно было что-то садить. Морковку там, например, курей заводить туда-сюда. Приходится, знаешь, быть этаким куриным Чикатило. Воровать кур, воровать капусту, короче. Вот, ну ладно. Может в дальнейшем, в будущем потом добавят. Это как бы не окончательная версия. Так, бабка, подожди, я тебе помогаю. Я просто хочу посмотреть, насколько больше я буду получать денег теперь за выполнение каких-то задач. В прошлые разы, когда я собирал здесь капусту, мне давали то ли 30 рублей, то ли 40. Не знаю, если ошибаюсь, поправьте в комментарии, сколько сейчас я буду получать за это дело. И сколько я получал раньше. Я, честно говоря, не помню. Так, 100 рублей я получил. В принципе, это вроде в два раза побольше. Или 50 рублей я получал в прошлый раз. Я, честно, не помню. Говорю же. Также в игру добавили какие-то новые здания. Например, вот это здание, я не помню, что было. Это у нас почта или что, я не знаю. Теперь мы можем работать в курятнике. Давно я об этом мечтал. Потому что, когда... Если не смотрел, кстати, фильм, который назывался «Куриные чикатилы», посмотрел, у меня он тоже есть на канале. Мы в этом фильме воровали кур. Так, что мне здесь делать? Надо яйца собрать, да? Так, ой, зачем я тебя-то подобрал? Ты мне как бы... Не нужна курица. Я яйца собираю. Подожди. Собери яйца. Куда их класть? Интересный вопрос. Типа в корзинку. Ну, я думаю, что теперь мы можем воровать, наверное, яйца даже, да? Курица воровали, капусту воровали. Почему не порвать яйца? Хорошо. Хорошо, сейчас мы их соберем, посмотрим, сколько нам будут давать денег за них. Так, ладно, допустим, хорошо. Мне что не нравится, то, что я всем что-то помогаю. Я всем что-то помогаю. Яйца собирать, всем помогаю, блин, капусту собирать. А у себя на участке ничего не могу посадить. Ну, неужели было так трудно сделать огород у себя на участке? Блин, я не знаю. Яйца очень большие, знаешь. Это яйца Чака Норриса. Они поэтому, наверное, такие большие. Блин, я таких больших яиц, по крайней мере, не находил. Шесть яиц заняли всю корзину, охренеть, блин. Так, ну, допустим, 200 бочей нам вроде, да, заплатили? Или 150 что-то я пропустил. Здорово, бабка. Я у тебя в предыдущих сериях курицу воровал. Вот этого дома не было. Это точно могу сразу сказать. Мне интересно, где здесь почта? Я знаю, что ее добавили. И даже появилась возможность в ней поработать на этой почте. Стать почтальоном Печкиным. Почему, собственно говоря, нет. Так. Ну, тут вроде пока без изменений все. Давайте просто пройдемся, прогуляемся. Я не знаю. Ну, свиней. Свиней мы уже кормили. Это как бы ничего нового тут, да? Этот домик уже был. Так, это у нас тут местный балалайщик. Так, колка дров. Ну, короче, тут все понятно. А вот все остальное без изменений. Два новых дома появилось. Какой-то табур цыган появился, что мне не нравится. Почему именно около моего дома? Я не понимаю, блин. Вот, ты представляешь, если бы у тебя был, да, свой дом где-нибудь в деревне. Ты такой выходишь, да, из своего дома. А там, короче, цыганский тамбур есть. Но это же не очень хорошо. Это же плохо. На самом деле. Чувствующая херня. Вы ничего не попутали. Почему именно около моего-то дома? Я вас что, звал, что ли? Да, ты не падаешь. Зашибись, блин. Ты здесь вросла, видимо. Так, ты что скажешь? Че? Блядь, будь здоров. Коронавирусник, блин. Ой, господи. И что меня так пугаешь-то? Конь. Рубин. Рубин. Валикапец. Название коня. Так, ладно. Давайте съездим тогда, наверное, по-человечески откроем ворота. А то в предыдущих сериях почему-то мы их просто сносили и все. Вот. Сделайте возможность вот здесь вот садить что-нибудь. Это же было бы интересно. Это было бы прикольно. Также, кстати, новую машину вроде добавили. Если я не ошибаюсь, сейчас проверим, кстати, заодно сразу же. Так, где девайс, здорово. Гараж. Какие машины у нас есть? У нас есть шестерка. Дожди, не понял. Это у нас типа тюнингованная она, что ли? О, слушай, прикольно. Это копеечка, это шестерка. Ладно, я все напутал. 20 тысяч стоит. Так, восьмерка, да? Да, десятку добавили. Вас 21, 10. Ну, я думаю, что, возможно, когда-нибудь мы на нее деньги-то не накопили. Сейчас вот скоро будут выходные, я эту серию записываю в четверг. Очень уставшая после работы. Когда немножко соберусь с мыслями, запишу что-нибудь веселенькое. Пока что давайте просто проедемся, посмотрим, что здесь появилось нового. Так, местный диска, что я надеюсь, не отменил никто. Ну, что самое веселое место в игре было. Так, это дойка коров. Тут все без изменений. Так, извини, мужик, что тебя задавил. Ну, что ты притворяешься-то? Ну, наехал к тебе немножко на палец. Он, блин, как этот, знаешь, размазня сразу упал, блин. Ну, так делать, симулянт. Мне интересно, где здесь почта? Так, ну, это про полоть, да? Про полоть грядки. Этим мы тоже с вами занимались. Тут вроде у нас зарядка. Молодцы, ребята. Мужик куда-то в поле пошел. Слышь, дурачок, ты что там затеял-то, а? Про иди заеда. Подожди. О, пойдем за мужиком. Что-то он, по-моему, это... Куда пошел-то? Иди, вот, кусок. Ладно, хрен с ним. Блин, почта, где почта? Что надо делать на почте? Я даже не знаю. Так, про виде зарядки. Ну, мы ее уж проводили, подожди. Ладно, поехали еще до одной деревни. Я здесь не вижу почту, на самом деле. Так, эти домики все были. Садись. На самом деле, здесь очень много еще можно сделать. Можно купить новую машину, хорошую десяточку, например. Можно купить самый хороший дом. Ну, на это нужно все копить деньги. И, как бы, сам процесс накопления денег и средств, я думаю, будет не такой интересный. Ну, типа, ты будешь там поросят, там, кормить всякое такое. Ну, если хотите, я могу, конечно, записать. Почему нет? Не знаю. Давайте доедем до соседней деревни. Также в обновлении добавили какие-то еще интерактивные предметы, с которыми можно взаимодействовать, я так понимаю. Вот. Ну, пока что что? Еще одни цыгане. Что-то у вас здесь много как-то, нет? Блин, подожди, я вернулся назад, что ли? Я ничего не понял. Я сейчас по кругу все проехал, что ли? Блин, я не понимаю. Пока что из таких вот... Да, бляха-муха, конь, уйди из моей машины, я эти не садил. Пока из таких очевидных обновлений, что можно отметить, это цыган, да, и много денег я получаю теперь за задание, а не те копейки, за которые я раньше как бы трудился. За это очень большой плюс. Насколько я помню, вот в этой деревне еще интересного не было, то есть здесь не было никаких заданий. Теперь здесь... О, теперь здесь появилась почта. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Давайте зайдем. Тут у нас кто работает. Здрасте, бляха-муха. Сразу видно, городской житель Евросиния. Смотри, какая у нее футболочка. Почта России, видимо. Так, ну чё? Чё мне делать-то она? Как мне тут работать? Разнеси посылки. Да? Я буду заниматься вот разношением этих посылок, что ли? Как мне их взять? Слышь, Ефросиния, а как мне посылки-то взять? О! Стоят еще на время. Бляха-муха. А кому мне их разносить, интересный вопрос. Слышь, нужна посылка? Нет? Я не знаю, к тебе может ее дать? Нет? Посылка доставлена, заебить. Слушай, бабка, на вас я тоже посылку. Я почтальоном печки ставил. А эти тоже посылку, нет? Тебе не могу дать. Ну, слушай, работать почтальоном в этой деревне, это по-моему удовольствие. Я все предыдущие серии, наверное, этим занимался, только всяких курей там доставлял. Так, мужик, на, принимай. Тебе тут посылочка пришла. Так, бабка, я не буду тебя сильно отвлекать от работы. Я вижу, что ты очень занятой человек. На, держи, я не знаю, что у тебя там пришло. Смотрите, как она села. Это капец. Она как будто резко задумалась о смысле бытия, уставившись с неба. На, держи посылку, говорю. На, еще. На, еще. Блин, ну это капец, это прикольно. Так, мне нужен еще один человек в срочном порядке. Здравствуйте, барышня. Вон тут Машка, тебе тут посылка пришла. Прими, пожалуйста. Вот, отличная работа. Денег нормально заплатили. Во. Денег нормально заплатили, это хорошо. А интерактивные объекты, это вот типа яблоко, наверное, да? А, ну вот это я не помню, чтобы можно было тут яблоко взять. Слышь, бабка, надо яблоко? Нет. Ифросини. Было бы интересно, если бы тут появились новые модельки NPC. Вот. А то тут все одинаковые. Как бы ничего нового нет. Собственно говоря, почту мы отметили, это отметили. Не знаю, возможно здесь что-то еще есть. Возможно есть. Можно здесь покататься, еще что-нибудь поискать. Кстати, я планирую записать вторую часть фильма. Первый фильм. Куриные чикатило, где мы уехали из этой деревни после того, как ограбили всех куриц. Ну, у нас там остались еще незавершенные дела. Планов много, планов много, но времени, ребят, практически не хватает. Особенно после работы. Вы уж меня извините. Вот. Ладно. Давайте, короче, доедем до дома. Я не понял. А что, табор на меня обиделся и уехал, что ли? А где он? А где табор? Они оставили мне курицу и уехали. Или они разъездной какой-то, я не знаю, блин. Ну, потому что, то что около моего дома, конечно, добавили. Они обиделись. Я им сказал, типа, какого хрена вы здесь делаете, черти, блин. Ну, на самом деле, что за дела, блин. Выходишь во двор, а у тебя тут кони какие-то пасуются. Какая-то женщина танцует. Нахер мне это надо, блин. Я себя дом-то купил, чтобы жить в спокойствии, в гармонии, а не чтобы на этих цыган смотреть. Ладно, будем считать, что они обиделись и уехали в другую деревню. Ну, вот такая получилась серия, ребят. Посмотрели мы какие-то обновы, все отметили. И не знаю, увидимся на следующих сериях. Давайте прощаться. Всем пока.